В Чувашии в режиме неполной занятости находится полторы тысячи работников. По данным регионального Минтруда, их количество сокращается. На трудоустройство неработающих граждан в бюджете республики заложили 380 миллионов рублей. Как реализуется программа содействия занятости и какая поддержка предусмотрена для работников концерна тракторные заводы? Эти вопросы сегодня обсудили члены правительства. Массового сокращения работников тракторного завода пока не предвидится, но в правительстве республики готовятся к любому исходу событий. Специалистам помогут трудоустроиться. На эти цели в бюджете уже заложили необходимые средства. Центрами занятости населения у нас предусмотрен полный комплекс мер. Это профилирование, направление на временные работы, на общественное, профессиональное обучение, как вы уже подчеркнули, и социальные выплаты в виде пособий по безработице. Порядка 900 работников – это неполное рабочее время. Но здесь необходимо отметить то, что в начале года вообще концерн тракторных заводов был около 3000 работников, работали неполное рабочее время. Вообще программа содействия занятости уже не первый год доказывает свою эффективность. Количество безработных в республике снизилось более чем на 20%. На сегодня трудоустроили мы более уже 37 тысяч человек. Особое внимание уделяется трудоустройству несовершеннолетних граждан. Это ежегодно мы трудоустроим в пределах 16 тысяч подростков. Это практически каждый третий подросток. На 2018 год все средства предусмотрены. И на случай массового освобождения Минтрудом в соответствии с вашим поручениям была разработана программа ДОПМЕР. Проект программы мы уже представили в Минтруд и Роструд. В программе участвовали 72 800 человек. Мы обсуждали по отдельным организациям. У нас проходят процедуры конкурсного производства, финансового оздоровления. Есть, как бы сказать, оценка соответствующая, что до конца года еще люди будут высвобождаться. Сейчас на каждого соискателя приходится порядка четырех вакансий. По данным Минтруда, средняя заработная плата превышает 17 тысяч. Правда, далеко не все работодатели ведут свое дело честно и открыто. Серые схемы необходимо пресекать. Мода у нас сейчас на сегодняшний день должна быть такая, что работать открыто, публично, отчисляя 13% налог на доходы физических лиц, намного выгоднее. В Доме правительства обсудили и результаты мониторинга цен на лекарственные препараты. С начала года стоимость медикаментов в рознице снизилась более чем на 3%. В Минздраве представили и другой анализ. Затраты пациентов, которые отказываются от плевивок и лечатся в домашних условиях, достигают 2000. Стоимость вакцинации от гриппа не превышает и 300 рублей. Разница ощутима. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.